Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блок! Сегодняшнее видео я посвящаю австралийскому парфюмерному нишевому дому Goldfield & Banks. И я очень рада, у меня появилось недавно несколько пробников этих ароматов от этого дома и вот такой полноразмерный флакон, о котором я расскажу уже в конце видео. Прекрасный, красивый, я очень рада. Goldfield & Banks основан в 2016 году французом Дмитрием Вебером. В свое время, попутешествовав по Австралии, он просто влюбился в ландшафт, в природу, флору и фауну этого континента и вот так вот на эмоциях решил воплотить эту красоту в ароматах. И создал парфюмерный дом Goldfield & Banks. Интересный факт, что в каждом аромате мы находим то или иное напоминание о Австралии, о ее природе. Будь то какие-то породы деревьев, будь то пустыни, будь то многочисленные соленые пляжи, будь то леса. То есть везде, 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 везде в каждом аромате присутствует австралийский дух. Это очень здорово. Также мне очень понравилось название Goldfield & Banks. Banks это Джозеф Бэнкс, который очень известная историческая фигура, многие, наверное, знают. Ну, на всякий случай скажу. Джозеф Бэнкс был первым натуралистом-ботаником, который посетил Австралию миллион лет назад. Очень давно вместе с Куком они отплыли на кораблях из Англии и приплыли к берегам Австралии, где Бэнкс как раз-таки был первым натуралистом, который исследовал природу, флору и фауну прекрасного зеленого континента. И потом свои знания уже привез в Европу, в Англию. И вот до сих пор это, конечно, бесценные истории, бесценные записи, зарисовки и так далее. Хранятся все они в музеях. И, в общем, понимаете. Интересный такой факт. Мне нравится, что его имя включено в название этого бренда. Это здорово. И давайте уже начнем про ароматы. Первый аромат, который я хотела бы вам показать, это Blue Cypress. Голубой кипарис. Вот так вот выглядят все пробники. Внутри вот такие маленькие пробирки. И вот здесь красивые картинки. Я еще по ходу рассказа буду вставлять картинки, пейзажи из Австралии, которые, мне кажется, подходят к этим ароматам. Итак, голубой кипарис. Голубой кипарис, Австралия. Это, конечно же, прям сразу вы представляете эти прекрасные деревья. Они действительно очень-очень красивые. Сам аромат. Сам аромат я вижу больше на мужчине. Почему-то, хотя все ароматы, конечно, заявлены как унисекс. Просто это немножко не мое направление, вот конкретно этот. Он очень свежий, очень пряный. Здесь мне нравятся ноты лаванды и аниса. Лаванда здесь чувствуется, знаете, ну вот как на крахмаленные платки и чуть-чуть сбрызнутые лавандовым маслом. Очень так по-классически, как бы, ну знаете, такой красивый мужской аромат такой летний. Да, вот можно им, когда мужчина побреется, чуть-чуть вот так вот на лицо сделать. Вот что-то такое в нем есть, именно уходовое, знаете, вот. Но не в плохом смысле. Это не как пена для бритья и там крем после бритья. Нет, ничего такого в этом нет. Все очень элегантно, очень классично звучаще. Просто немножечко, наверное, не мое. Но моему мужу все ароматы, кстати, очень понравились. Мне понравились некоторые из них. Я вам расскажу, какие. В основном все, но вот свежий вот этот аромат просто это не моя тема. Я уже повторилась. А лаванда такая немножко, какая-то вот такая косметическая здесь. Анис вот он придает вот такой вот, закручивает такой танец такой легкий анисовый. Вот в целом аромат, мне кажется, будет прекрасно подходить именно летом. Он очень освежает, такой немножечко с холодком, с водой. Вот столько я уже его израсходовала. По поводу стойкости до пяти часов. До пяти часов, но мне кажется тоже, сейчас у нас прохладно, сейчас у нас зима. Поэтому я думаю, летом он будет держаться еще дольше. Так что вот для любителей чего-то такого свежего и прохладного на лето, я бы рекомендовала этот Blue Cypress от Goldfield & Banks. А следующий аромат Desert Rosewood. Desert Rosewood. Это пустыня. Это пустыня. Вот такая тут у нас картинка. Это пустыня, это специи. И это однозначно зима. Он, знаете, он мне пахнет как каким-то вот зимним горячим напитком, который вас согревает, который вас как-то бодрит. И знаете, зимой очень сложно проснуться, всегда темно и так, может быть, депрессивно. Вот этот вот аромат, он вас вот взбодрит и придаст вам какой-то вот такой энергии. Очень красивые здесь специи. Давайте посмотрим, что здесь. Австрадерево, сицилийский мандарин, кардамон. Ну, говорю, специи. Ваниль и пачули. Пачули, я здесь, когда его носила, я здесь уже почувствовала в самом-самом конце. Они в такой хорошей базе. Они не землистые, они не такие, не без такого, как это, знаете, бывают подвальные, такие влажные пачули. Нет, здесь пачули сухие, нагретые, согревающие, очень такие приятные. Приятные пачули. Муж у меня носил этот аромат, мне на нем он очень понравился. Стойкость 5 часов где-то. Я считаю, это очень хорошая стойкость. Ароматы в целом, вот, практически все ароматы очень корректные. не вызывающие, звучащие, никого не, знаете, не раздражат, ваших коллег, ваших близких и так далее. Это, мне кажется, немаловажный фактор. Следующий аромат мне очень понравился. Это Pacific Rose, о, пардон, Pacific Rock Moss. Это аромат, знаете, это, вот, новый Южный Уэльс и его пляжи. Мы как раз живем, ну, в этом районе. Это все наши пляжи. Это соленый воздух, это молодость, это серфинг, это вот какие-то... Я не отношу себя к серферам, ветер в волосах, ветер из соли и так далее, морской воздух в волосах. Нет, этого у меня нету. Я не умею кататься на серфинге. Но вот, мне кажется, вот этот аромат... Ой, я бы носила, если бы у меня, конечно, была бы серферская доска. Это прекрасный, свежий, как я уже сказала, такой очень молодежный, молодой душой аромат. Что тут у нас? Лимон, саж, герань и кедр. Знаете, он... Вот он, вот прям классный. Он очень-очень классный. Очень по-летнему хорошо звенящий, звучащий. Достаточно шлейфовый. Такой вот... Я прям его носила, у меня настроение поднималось. Мне он очень понравился. Мне очень понравился, даже вот на лето. Думаю, why not? Почему бы нет? White Sandalwood. Это сандал. Это сандал. Это прекрасный, красивый сандал. Вот такая вот здесь у нас картинка. Что мне понравилось в этом аромате? В этом аромате присутствует нота розы. Я люблю розу. И когда в аромате есть розы, я сразу такая... У меня нос цепляется за эту розу, и я уже влюблена в аромат. Здесь очень красивая роза, турецкая. Не турецкая, но, в общем, здесь роза. Роза австралийский Sandalwood, амбра, перец и шафран. Я уже могу заговаривать. Аромат, вы знаете, такой вот обволакивающий, такой уютный. В нем нет каких-то вот таких острых углов. Очень... Ну, вот аромат для вас двоих. Вот прекрасный образец именно аромата для пары. Вот если вы вместе любите носить ароматы, вот Gold White Sandalwood очень хорошо подойдет. Мне он очень понравился. Хотела... Опять-таки, повторюсь, все ароматы носили с мужем. Ему он тоже очень понравился. И сейчас самый мой любимый аромат, это вот прям просто вообще. Это сказка, это песня. Я бы его заказала бы сама по себе. Еще раз. Прям вообще. Это прелесть. Вот такой вот аромат. Это Wood Infusion. И этот аромат посвящен острову Фрейзер. Остров Фрейзер знаменит своим ландшафтом. Там песочный ландшафт. Очень все так невероятно красиво. Я вставлю фотографии. Внесен в список ЮНЕСКО этот остров. И этот аромат... Он великолепен. Здесь дерево. Здесь, я так думаю, уд. Здесь молочные ноты. Вот дерево, молочные ноты. Какие-то немножечко, знаете, даже сладковатые такие молочные ноты. Это для меня все. Это вот сразу идет у меня отсылка к моему любимому Джо Депо. И сразу надо брать. Он великолепный. Он самый стойкий из всех вот на моей коже. Самый стойкий. Здесь у нас апельсин бразильский, австралийские экзотические деревья, итальянский ирис, австралийская лаванда. Агарвуд и Агарвуд и маск. Ну, клевый. Он очень клевый. Он очень классный. Такой прям, знаете, потрясающий. Сразу, сразу много-много тревесных нот. В молоке вот эти вот деревяшки. Это вот все. У меня сносит крышу. Очень красивый и интересный мускус. Такой вот прям немножечко животный. Немножечко такой кому-то покажется странным и прям противным. А я такое люблю. В общем, это вот прям мой вот любимчик. И, конечно же, полный флакон. Я его опять запаковала для вас. Хотела показать, как выглядят вот эти вот прекрасные флаконы в большом виде. И вот так вот, как они упаковываются. Очень лаконичная упаковка. Такая, вы знаете, с любовью. Вот видно, что люди вот прям вот все вот это завязали, сделали. Вот прям с любовью подошли к процессу. Вот так он выглядит. Это кожаный такой ремешочек. Мы его снимаем. Можно потом его там повязать куда-то. Хорошая кожа настоящая. Здесь вот такая картонка. Мы ее снимаем. И так вот у нас выглядит наш аромат в коробке. Это новинка этого года от Goldfield & Banks. Velvet Splendor. Velvet Splendor. Аромат о мимозе. О мимозе или как в Австралии мы называем. То есть это немножко, наверное, другая мимоза. Не такая, как в России. Вот там у меня стоит. Golden Waffle. Или Waffle. Golden Waffle, по-моему. Я сейчас найду. А то я сейчас опозорюсь с этой мимозой. И не буду потом. И буду потом. Ну, короче. Золотая акация. Золотая акация. Вообще цветок Австралии. Цветок Австралии. Вот это вот изображение этого цветка золотой акации присутствует на гербе австралийском. Вообще сочетание цветов золотого и зеленого. Это вот прям вот австралийские цвета. И такой вот флакон. Посмотрите, какой он красивый. Золотая такая крышка. Обычно у других флаконов черные крышки. Здесь крышка золотая. Здесь прям красиво. Очень красиво. И аромат. Сам аромат мне очень понравился. Это белые цветы. Я люблю белые цветы. Я люблю бело-цветочные ароматы. Первое, что прям вот бьет вам. Прошибает ваши рецепторы. Охапка белых цветов. Ну вот просто вот вы идете и вот ветер летний, жаркий. Ну или там летний, теплый, ласкающий, приятный, нежный. В общем летний ветер. Вот эти вот белые цветы вы их несете. И вот они вот вас кружат вокруг вас и опьяняют. Здесь жасмин, мимоза, акация. Золотая акация. Мускус, я думаю, где-то вот уже есть в конце. Такой звенящий, звонкий, чистый, свежий. Аромат, вы знаете, настолько тонкий, настолько элегантный, настолько вот такой какой-то изысканный, я бы даже сказала. Так хочется пахнуть. Вот так хочется пахнуть. Аромат вне возраста. Мне кажется, шикарно тоже будет на мужчинах звучать. На мой взгляд, более летний, нежели на прохладную погоду. Ну, смотря что вы любите. Я люблю вот такие ароматы все-таки больше летом носить. Бесподобный. Бесподобный, очень тонко сделанный, знаете, вот с какой-то такой чистотой. Ну, вот чисто звучащий. Такая вот чистая музыка. А стойкость 4-5 часов. И очень хорошо работает потом с другими ароматами. То есть вы можете в течение дня его нанести, потом нанести какой-то аромат из линейки. И вообще, мне кажется, они все очень хорошо будут работать вместе. Надо попробовать, кстати, их так вместе помиксовать. В общем, я очень довольна. Я очень довольна вот этим ароматом. Очень довольна, что у меня есть эти пробники. Повторюсь, самый мой любимый, вот просто самый гениальный. Это Wood Infusion. Ну, я вот прям преклоняюсь. Очень красивая композиция. Очень красивое дерево. Очень красивые молочно-сладкие ноты. Прекрасный, прекрасный аромат. Так что пишите, пишите, комментируйте. Задавайте вопросы. Насколько я знаю, бренд Goldfield & Banks скоро появится в России. Поэтому мне очень, мне втройне, в пятерне и так далее. Сто крат приятнее сделать этот обзор для моих подписчиков. Для вас, дорогие. Так что пишите, комментируйте и ответьте на все вопросы. Все. Всем пока. С вами была Аленка Блок. Чао-чао. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...